Добрый день! С новостями к этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. В Казахстанской области какова обстановка в регионе? Защитника Куандыка Бешимбаева едва не удалили из зала суда. Сегодня на очередном заседании по громкому делу об убийстве Салтанат Нукеновой судье пришлось сделать перерыв, чтобы решить, какие меры принять в отношении адвоката Ерлана Газмужанова. По мнению судьи, он неоднократно проявлял неуважение к суду. После перерыва Айжан Кульбаева вынесла частное постановление. Принимать меры в отношении Ерлана Газмужанова будут в коллегии адвокатов. По ее мнению, защитник Бешимбаева также затягивал процесс и вводил в заблуждение участников заседания. Частное постановление направить в президиум коллегии адвокатов города Астаны для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Республиканскую коллегию адвокатов для сведения. О результатах рассмотрения и о принятых мерах согласно статье 405 Уголовно-процессуального кодекса не позднее, чем в месячный срок сообщить в суд, вынесший частное постановление. Адвокат подсудимого при этом обвинил суд в однобоком рассмотрении дела. Он заявил, что его подзащитному не дают высказаться и задать вопросы. Все против одного Бешимбаева, сказал Ерлан Газымжанов. По делу о смерти ученика спортшколы Олимпийского резерва в Ак-Тубе арестовали двоих воспитанников этого же учебного заведения. Их подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщили в полиции, момент избиения погибшего попал на камеры видеонаблюдения. Напомню, бексултана Абубакира, который якобы потерял сознание и упал в комнате общежития, спасти не удалось. Предположительно, один из девятиклассников со всей силы пнул парня коленом в грудь, отчего пострадавший ударился об двери и вылетел в коридор. Сейчас записи изучают специалисты, а в самой спортшколе идет проверка. В настоящее время двое подозреваемых. Это воспитанники указанной школы арестованы и водворены в зале трамвенном содержании. Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование продолжается. Свыше двух тысяч домов подтопили талые воды в североказахстанской области. В Петропавловске затопило несколько районов. Под водой оказались около тысячи домов. К данному часу в регионе эвакуировали больше 10 тысяч человек. На фоне паводков минувшие выходные жители областного центра остались отрезаны от питьевой и технической воды. О ситуации с места событий репортаж Нургулялины. За сутки талые воды зашли в 620 домов микрорайона Подгора. В настоящее время стражи правопорядка цепили затопленные районы. Пострадавшие от паводка люди теперь не могут добраться до своих жилищ. Им остается только наблюдать за ситуацией со стороны. Наталья Космы, потерявшая все, за несколько часов не может совладать с эмоциями. Пенсионерка говорит, что стихия забрала у нее не только ценности, но и любимого питомца. Под крышу все затопило. Мебель там, два холодильника, ну и все прочее. Посудомойка там, что еще есть. Кухонный гарнитур, диван. Сейчас ездили на лодке, у нас погибла собака. Не смогли вывезти, когда было сухо, потому что она была агрессивная. Я просила помощи, но никто не мог привязать ее. Все потеряно, вот и все. Ничего у меня нет. Я пенсионерка. По злоиронии, в выходные дни жители города, в которые пришла талая вода, остались безводопроводные. В это время коммунальные службы занимались ее развозом по дворам Петропавловска. Усилиями ответственных служб за несколько суток непрерывных работ водоснабжения было восстановлено. В связи со сложившейся обстановкой на ежедневном контроле находится недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары. В стабилизационном фонде имеется 9 тысяч тонн продукции. По словам заместителя управления акционерного общества СПК «Солчасток», ориентировочно этого хватит на 4-5 месяцев. Это картофель у нас имеется, лук, морковь, соль, сахар, крупа гречневая. Также имеется у нас рис. Вся продукция стабилизационного фонда продается в 34 магазинах города, а также в точке стабилизационного фонда. Эти точки стабилизационного фонда находятся на каждом рынке города Петропавловска. В настоящее время вода зашла в 1105 домов Петропавловска, а по территории области эвакуировано свыше 10 тысяч человек. Из них более 200 тысяч 300 детей. Спасатели вывезли в безопасную зону 3805 животных. По словам специалистов, в течение суток ожидается максимальное достижение пика уровня воды. Угроза подтопления населенных в пунктах Северном регионе все еще сохраняется. В настоящее время ожидается подтопление вдоль по руслу реки Есиль уже непосредственно за город Петропавловск. Это у нас село Вишневка, село Ольшанка и дальше по течению это у нас и Большая Малышка и Соколовка. В настоящее время на данных участках работают группировки, где заблаговременно еще более суток назад началась заблаговременная эвакуация. В связи с разбушевавшейся стихией были закрыты некоторые трассы для въезда и выезда из города. На местах переливов дежурят спасатели и сотрудники полиции. Всего с начала паводкового сезона в области с учетом Петропавловска подтопилось 17 населенных пунктов. Нургулялина Арман Нурмурзин, телеканал Алматы, Североказахстанская область. В мегаполисе продолжается кампания Алматы «Наш общий дом». Активное участие в ней приняли и сотрудники Управления общественного развития города. Вооружившись мешками, метлами и другим инвентарем, в минувшие выходные работники Акимата очистили от бытовых отходов территорию в микрорайоне Нуркент Алатаусского района. К уборке присоединились также местные жители, которые посадили деревья и привели в порядок дворовые участки. Аиды Манали расскажет подробнее. С первых дней масштабной кампании многие жители мегаполиса принимают в ней активное участие. Группы добровольцев очищают улицы, площадки, дворы и набережные. А также сажают деревья и цветы, чтобы наш город стал не только чище, но и краше. Старания горожан налицо. Чистые улицы, ухоженные дворы и свежие саженцы. Украшения Алматы. В очистку территории жилого массива Атлетической деревни здесь собралось более 100 человек. И сейчас мы видим, что жители данного района поддерживают нас и выходят. То есть каждый житель поддерживает концепцию того, что чистота города начинается с порога дома. Главная цель кампании – привить культуру чистоты и заботы об экологии. Алматы наш общий дом уже объединил людей из разных сфер деятельности, которые общими усилиями наводят в городе порядок. И речь здесь не только об очистке улиц и дворов, но и ремонте дорог, остановок, подземных и надземных переходов, светофоров и не только. Вместе с жителями активное участие в кампании принял и коллектив телеканала Алматы. Представители медиа сегодня собрались вместе в рамках кампании Алматы наш общий дом. К нам подключаются и жители. Они вместе со своими детьми убирают территорию, чтобы привить подрастающему поколению любовь к чистоте. Они также посадили саженцы и внесли свой вклад в благоустройство города. Вместе со всеми мы сажаем саженцы. Это у нас уже как ежегодная традиция. Чистота и забота об экологии должны начинаться с нас самих. В рамках Алматы наш общий дом уборка сейчас продолжается во всех районах мегаполиса. Кампания продлится до 8 мая. Ну а внести свою лепту в чистоту и озеленение города может каждый желающий. Аида Имман-Али, Ернат Булатбек, телеканал Алматы. Активно участвуют масштабные кампании и общественные организации. Их участники в минувшие выходные очистили территорию возле реки Есентай. Сотни добровольцев собрали пластиковые бутылки, опавшие ветки, листья и прочий бытовой мусор. Маршрут активистов начался от проспекта Абая и закончился на улице Макатаева. Как отметили сами участники акции, цель мероприятия – привитие молодому поколению принципов бережного отношения к природе. Большинство здесь молодежь из колледжей, из школ собирают мусор. Ну, примерно 100 человек, может, больше 100 человек сегодня пришли. Чисто там, где не мусорят. Приняли участие в большой уборке города и студенты православной духовной семинарии. Вооружившись перчатками и метлами, молодые люди за пару часов очистили несколько улиц Алматы. По их словам, такие акции помогают сплотить людей и привить подрастающему поколению любовь и заботливое отношение к своему городу. То основополагающее и важное, которое воспитывают и хотят вложить каждые мамы и папы в своих сыновей – это, во-первых, следить за собой, следить за домом, территорией, на которой мы живем. Алмата – это наш дом, это ваш дом, и каждый из нас обязан следить за ним. Юные таланты Алматы перевели популярные саундтреки зарубежных мультиков на казахский язык. В честь десятилетия Наурсбайского района в Театре традиционного искусства Алатау состоялся яркий музыкальный фестиваль «Халам-арт». В нем приняли участие маленькие артисты, которые посещают бесплатные кружки по программе «Дому Бала». Они исполнили популярные песни из любимых мультфильмов на казахском языке, а поддержали ребят на большой сцене молодые звезды казахстанской эстрады. В целом, концерт выдался на славу, а зрители сопровождали каждый номер бурными аплодисментами. Фестиваль «Халам-арт» впервые проводится в городе. Мы приехали специально, чтобы поддержать детей. Для многих это первое выступление. Думаю, у нас получилось вдохновить ребят и подарить зрителям хорошее представление. В рамках госпрограммы «Дому Бала» в городе Алматы в двух филиалах обучается более 600 детей в спортивных и творческих направлениях. «Халам-арт» – это наш первый продюсерский проект, в котором дети не только показывают свои таланты, но и вносят вклад в развитие государственного языка. Это все новости к данному часу. Итоги дня смотрите в 19.30. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова